Ингушское общество, как гражданское составляющее государства, еще только осознает свой потенциал. Люди присматриваются друг к другу не просто гражданам, которые живут по-соседски друг с другом, а пытаются найти в своих друзьях, в своих товарищах, в своем окружении духовную мощную силу, которую скажут, мы граждане Ингушетии, здесь жили наши предки, здесь живем мы и здесь будут обязательно жить наши дети. Почему мы высоко оцениваем разного рода презентации Ингушетии, которые прошли в последнее время в Европарламенте, в Парламентской Ассамблее Совета Европы, в Сенате Голландии? Потому что эти мероприятия крайне важны для того, чтобы открыть Ингушетию. И вслед за Ингушетией раскрыть глубокий внутренний многоконациональный мир Российской Федерации. Когда они видели ингушский ансамбль песни и пляски, когда они получали информацию о том, что ингушские юноши и девушки становятся чемпионами мира, чемпионами Европы, что мальчишки и девчонки из Ингушетии овладевают самыми серьезными методологиями в интернете. У них, естественно, возникает вопрос. Нам все здесь говорят, в Ингушетии проблемы трудно, республика компьютеризируется, в республике строятся современные медицинские учреждения, республика создает рабочие места по вектору современных таких технологий. И, конечно, у них в сознании закрадывается сомнение, где-то что-то неладно. Нужно создать мощную пропагандистскую имиджевую структуру. Нужно не пожалеть бюджетных денег, может, какие-то спонсоры найдутся, с тем, чтобы показывать Ингушетию со всех сторон. Показывать в полноте, показывать в работе, в преодолении трудностей и сложностей, показывать исторический генезис, говорить, когда эта нация возникла, когда она вошла в состав Российской Федерации, объединила свои силы. И главное, показывать роль Ингушетии, пусть она небольшая на сегодня, она будет расширяться на международной арене. Знаете, перед моими глазами поездка с президентом Ингушетию в Иорданию в прошлом году, в июне прошлого года, и после встречи с королем Иорданией, мы поехали увидеться, поговорить с представителями войнаской диаспоры. Зязикова воспринимали как глоток свежего воздуха. К нему подходили, старики молились, подходили, знакомили детей. Эта встреча была более трех часов. Она растрогала ту и другую сторону. Они говорили, да, вот мы как бы находимся за границей, и орданская власть очень хорошо к нам относится. Но душа-то у нас неспокойна. Мы же все равно смотрим в сторону Кавказа. Мы говорим и общаемся со своими родственниками. Мы переживаем то, что у вас происходит. Мы радуемся за ваши успехи. Я подумал тогда, как важно, чтобы власть и федеральная, и региональная как можно больше внимания уделяла вот этим нашим соотечественникам. Сегодня их насчитывается в мире 25 миллионов человек. Их надо объединять. Им надо помогать не забыть и родной свой язык, чеченский, и ингушский, русскую культуру, чтобы они не забыли. Тогда это будут люди, которые, живя на территории другого зарубежного суверенного государства, будут нашими союзниками. Фреймон 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 Продолжение следует...